всем привет дорогие друзья другие подруги здрасьте брить его брить его бритье очень не понравилось мне последнее бритье там понимаете какой-то был раздрайв душе просто тупое непонимание ситуации после того как это бритье закончилась предыдущая с барбарисом я разговаривал с павлом я разговаривал с василием и с дядей федором всеми теми людьми которые барбарисом уже брились выяснилось следующее что это предсерийный образец финиша финиша здесь как как такового и не должно быть но все-таки финиш планируется какой василий показал дело в том что мне не понравилось как прошло само бритье что-то мотыляло из стороны в сторону чего-то знаете такого душевного теплого от которого мы все кайфуем я так и не нашел но если бы это был какой-то буржуин я бы его отложил на месяц на два на три на пять на полгода возможно через это время звезды бы сложились так чтоб я его начал понимать и как-то он зашел но это же не буржуин это же нас русский это хоть название английской барбарис но все-таки это же наш а так как русские так русские своих не бросают я вот решил его сегодня еще зарядить но зарядить по-хитрому во первых поставлю конечно новое лезвие во вторых поставлен на первую плиту но иметь буду ввиду еще и вторую и вот сегодня еще разочек им побреемся так вы на крупный план я начинаю догонять вот он наш барбарис две плиты 2 3 агрессии я убираю сразу опытным путем уже понял что первая плита наши все она мне нравится больше всего оставляем первую и как бы я сегодня решил восстановиться вот на таких лезвиях первое она наименьше агрессивная из двух возможно из трех возможных на барбарисе а здесь два лезвия ну это чуть острее для меня это чуть поспокойнее это это для меня на ней комплиментарные то есть они мне нравятся я вот сейчас от голову ломаю какую из них чё поставить знаете что наверное все таки а строчку то уберу потому что она всяко разно помягче чем пол сервер неправильно сказал не помягче она вот пол сильвер поострее это не значит что астра тупая нет просто для меня пол сильвер поострее а голова у нас мягкая поэтому наверное сегодня пол сильвер и возьмем так нет там пацаны уже под предыдущем видео про пистон ставили типа иванов хорош лобиться давай новое лезвие доставай вот у меня совесть заела и сейчас и это новое лезвие то и поставим хотя теле за которым не на запасе стоят у них ход к один-два раза не более того но я проникся тем что вы сказали по выкидывал их нафиг все которые были на обзоре и сейчас поставим новенькое совершенно укрепиться стандартно прежде чем закручивать проверю все ли тут нормально все ли хорошо все нормально все хорошо резьба работает без каких-либо нареканий время закрутки ребят скажу так она дольше чем вы привыкли на других станках но чего-то такого знаете как долгая дорога в дюнах нет такого не ждите то есть угнетать вас этим не будет давайте смотреть на вылет сейчас у нас самый маленький габ из возможных возможные варианты я вам сейчас вот еще дополнительно картиночки приведу узнали на что рассчитывать в этом станке ну вроде все нормально все хорошо но все-таки эти плиты тоже с собой возьму если что поставлю вторую посмотрим ребята откровенно понравился понравился и блин влюбился это роскошь мягкая бархатистая роскошь и по деньгам сука тоже роскошь но благодаря андрею я смог узнать еще и вот эту сторону помазков ну конечно же это тогда это 5 однозначно 5 но его победная поступь на моем канале уже было сейчас мы его убираем а ему на замену сегодня будет нет ни шаймак здесь другая начинка вот чё у нас будет ребята вот такая красота simpson колонал x2l best badger общая длина 100 миллиметров вылет узла 46 миллиметров при диаметре 22 стоимость помазка на секундочку ребята шестьдесят четыре с половиной бакса полковник x2l вот такой вот красавчик ну внешний вид форма ручки это все все родное симпсоновская то есть это мне кажется это настолько старая фирма который уже он блин вот скажи симпсон и сразу 7 всего понятно это их мыло это и по мазки по мазки в первую очередь потому что ребята на этом уже съели такую собаку три не одну и пудов соли сколько они слопали на этом не пересчитать это та компания которая знает что делает у нее это получается и очень 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 много поклонников она собирает под своим крылом не всем нравится производство этой компании но поклонников у нее от этого меньше не становится ребята симпсон это да ручка сделана из пластика под слоновую кость название колонал но она как бы здесь до присутствует как прочим и логотип форма форма тактильно приятная можете убрать как и пальцевым захватом точно также можете и мощным брать но с учетом того что диаметр узла всего лишь 22 миллиметра скорее всего у вас будет пальцы хотя какой на самом деле решите вы сами упругость упругость по мазка ребята вот так вот чисто на тактильном этого мне кент h12 нет здесь она ну скажем так средняя вот так сейчас воспринимается с учетом того что вот я сейчас делаю вот видите да так вот провожу если вы видите легкую пыль такую вот это не пыль веков это мыло ребята мыло то есть вот будь это помазок мой я бы его уже все-таки покупал как покупал найдите видео на канале по помазкам там все это подробно стихах и песнях изложено все поймете все посмотрите это купание можно делать там раз месяц раз два три 4 5 зависимости от того сколько вас помазков как часто вы имею пользуетесь и как часто вы хотите чтобы у них не было вот этого белого налета после мыло видите да то есть это просто мыло высыхает и она с волосиков слетает кто-то скажет зачем тебе это надо иванов не парься ночью вот так провел все ребята да можно и так если у вас то 500 помазков можете забить на это но та белая пыль которая оседает на борсе но она не способствует здоровью вот такого красавца то есть вот это вот это как бы лучше убирать лучше убирать к синтетике это не имеет никакого рома счетом отношения а вот с натуральным борсом да эта процедура мне кажется все таки категорически нужно но опять же каждый решается но таки чё познакомила его с полковником пойдемте посмотрим как он будет будет а кто у нас сегодня будет на полировки на полировку у нас сегодня пойдет аква вэлла авто шейф авто шейф лоушен достаточно недорогое изделие которое можно приобрести ну блин ну в районе 700 рублей как она поведет сегодня себя в деле мы с вами узнаем по запаху по запаху что-то старо доброе такое одеколонная такое что-то прям на эти но я бы сказал что к миру бритья на никакого отношения не имеет она по запаху имеет больше отношения к одеколон нам причем не к дорогим одеколонам знаете вот как мы берем там за 200 за 300 за 400 за 500 рублей вот такие но ни в коем случае не шиппор шиппор гораздо более ядреный какие-то такие знаете средний средний запаховой интенсивности шиппорта он бух а это вот средняя что то такое ну в любом случае фирма известная как и собственно сам авто шейф так что все не посмотрим чем он там звездит зайдет не зайдет понравится не понравится все пошли бриться а чем бриться то будем господи крем крем омега крема деба арба который появился на канале благодаря дмитрию дроздову санкт-петербург не знаю ребят я почему-то воспринимаю как классика хотя не уверен потому что омега то в помазках своих известно по поводу кремов и мыл я вот не помню они только недавно начали этим заниматься или точно также как бы уже давно все это делают но я понюхал понюхал мне понравилось крем выпускается вот такой тубе 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 шубе дубе дубе на 100 миллилитров также кроме этого еще бывает и в банках в какой таре брать я не знаю смотрите сами стоит сам по себе недорого где-то в районе 6-7 долларов его можно взять ну вот сегодня им и побреемся по москве мегирная хорошо у меня они были не единожды и сейчас есть вот мыльно-пузырную продукцию не не пробовал все время хотелось вот так вот чтобы знаете взять и побриться не вот такого мира не было сейчас одну самый децел это у нас пускай будет типа пришив огромное спасибо дмитрий санкт-петербурга дроздову вот сейчас вот и и побреешь так ну пришив мы с вами нанесли наверно теперь самое простое будет если мы работаем на лице помадок уже замочен давайте на компрессик все пока на компрессе сидел смотрел на повозок симпсон смотрел крем прораза в голову прилетел и многие многие другие компании там типа вилонга и короче этих компаний в европе то на самом деле дофига так вот мысль пришла ребята на самом деле компания достаточно старой так-то разобраться это многим уже по 40 50 и даже больше лет по моему правда если мне память не изменяет там уже больше полтоса они со второй мировой там что-то мутить начали симпсон за симпсонов за них вообще что говорить там я не знаю не по-моему еще прошлого века дать чё-то там или еще я не знаю то есть это достаточно серьезная контора а учитывая то что англия как правило соблюдает свои традиции да это вообще страна традиций то есть вот у них все по полочкам разложено то я думаю что это примерно то же самое что было сто лет назад так-то разобраться ну вот сколько тут сантиметр полтора сейчас попробуем изобретать что у нас получится прямо в лице да какой-то мазок может понравиться знаете вот у меня сейчас нет ничего подобного такого размера но тот кайф что он дает шарики есть есть он у меня есть только больших размерах типа там 24 вот такой а кому такой нафиг не надо в принципе 22 позаглона как хорошо на объем выходит так ладно давайте посмотрим что у нас получается и так пина практически готова да несколько густоватому счет который раз мы его будем смачиваем и на первой плите с лизы полсилвер путь да вы сами все слышите ребят я не знаю с чем это связано то ли лизы нашел то ли из-за того что просто тупомовое поставил потому что вот слушая то что говорит Василий в комментариях в телеграме в нашей группе и другие пацаны тот же павел водопена блин он же они всеядны практически любые лизы оставят их в путь ну а здесь вот смотрите поменял новое поставил вот просто шорох просто все пошло возможно это еще из-за одной вещи из-за того что в разговоре с Василием держу сейчас вторую плиту хочу поставить в разговоре с Василием выяснилось подробно которое сам просто тупо элементарно постойте чуть-чуть хитрый я уже просто так пара то не возьмешь сейчас я чтобы уже точно все большой глаз с собой взял со временем я бы до этого зашел тут необычная постановка то есть тут он должен быть больше чем обычных танках потому что голова такая то что Василий его так сделал и вот сейчас я это постарался сделать обычно на станках он находится интуитивно возможно в прошлые разы я его подгонял под то что уже привык а не под то что ему надо то есть вот тут возможно всяких много сейчас вот я и постараюсь с этим разобрать так ну а ты друг мой милый что покажешь ну вот уже наверно все слышали вот что и требовалось доказать то есть ребята если вы взяли что-то себе новое это новое вам каким-то образом что-то где-то как не так как вы себе надумали ребята не вешайте носу не успокаивайтесь ищите ищите в практике сами на себе давайте на форумы там задавайте вопросы вот можно кто-то через это уже прошел вот я не поленился с ребятами поговорил теперь у меня совсем другая картина которой я уже могу радоваться ну вы сами видите что тут сейчас значительно всего меньше я думаю что я сейчас разочек еще пройду а потом надо будет крема добавлять хотя круто еще он уже добавил смотрите шапки никакой нет я специально проверил скольжение с этим все в порядке выделаться не буду на третий проход выставим не смешит звезду надо и так смешно ну чё да скольжение есть но чтоб по красоте было так короче добавляем так еще десл так опа что тебе мухи съели что что не так то чуть-чуть добавлю водички на старый это дрожжи смотри как по первому это как с утра на старые дрожжи полтишок прохватить так торкнет что мама не горит не ну естественно с бульончиком супчиком со всеми делами а то блин все это заполем пахнет вот еще пять миллиметров крема собирали свою роль и вот теперь уже не только будет скольжение но еще и по красоте давай вторая голова ну так это есть там Кого будет смущать длина головы и его размеры, что вот здесь вот под челюстной костью от уха до подбородка вот такую красоту вы хрен мастите, ребята, поступайте, как у вас говорил, вот так вот, не знаю, вам не видно, да? То есть не прямо вставьте, а вот так разворачивайте, изобразите с него, кажется, рез, и все будет нормально. Или, если не хотите изображать косарез, возьмите прихватку, от опасников, они иногда вот так вот, эндюкарделы здесь ровно становятся и поровну, даже натягивайте, ну хотя натягивать тоже можно. Блин, не держался, коска поставился. Итак, третий завершающий, чуть-чуть водички. Я не понял, он что, живет пиво, что ли, или что? Андрей, что скажешь, он тебя поджирает? Нет, вот такое ощущение, что он бухает этой пиной, что ли? Без закуски ее херачит. Ну, не валит же на крем, что у него свойства такие, да? Точно с этим разобраться, если крем, допустим, прогнать точно так же, а только на синтетике, там-то подъедание исключено, как в принципе, и сразу станет все ясно и понятно. Не, ну, по блистану в любом случае хватит, смотрите, тут более чем. Ну, просто сам факт. Хотя, второй раз я чуть-чуть добрал, потому что на старые дрожжи пошло. Здесь уже как бы дрожжей-то поменьше стало, может еще и из-за этого. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, ну, вот смотрите, сейчас получаю этот третий проход. Подбривок я делать не буду, это не значит, что они не нужны, нужны. Если по факту доводить до коленки, до дельфина, то я бы пришел еще вот здесь, да? Совсем маленько. Ну, это мои любимые, без этого вообще никак. Все, все, все. То есть, те самые стандартные места, которые вот как бы вот так вот. Ну, а по факту... Валя, компресс и автошиев. Догоните. Сейчас пока сидел на компрессе, мысли такие в голову пришли. Вспомнил комментарий одного из подписчиков наших под прошлым видео, когда барбаристка была. Он говорит, да, это, говорит, заселит. Василий же конкурент. Ну, начнем с того, что... Даже если был бы конкурентом, я стал бы этого делать. Потому что он наш. Как много людей ты можешь назвать, которые не вообще, а сегодня делают то, что они делают. Я, вот Василий. Все. А кто еще? Я-то больше никого. Это, во-первых. Во-вторых, чем нас больше будет, такие как Василий, тем нам легче будет. Всем остальным, кто не как Василий. Потому что всегда можно будет прийти и поковыряться. Всегда можно выбрать. А Василий, он не упертый. Он просто энтузиаст своего дела. И тот человек, у которого руки не из опы, извиняюсь. Это тот же самый кулибин, только в другой упаковке. Тот человек, у которого золотые руки. Потому что кроме станков, он еще на свет выпускает и помазки. Ну, вернее, не сами узлы. Он кастомайзингом ручек занимается. И все, кто хочет, может от него такой эксклюзив, такой шедевр получить, который... Вот иди по гугле. Набери по-английски. Ручки для помазков. Кастомайзинг. Пенцел форшавинг. Брач. Ну, что-то типа такого. Разберетесь. Переводчик вам был в помощь. Так вот, то, что делает Василий. Это 100, 150, 200 евро. Да, ребята? Да? Не те деревянные, которые он делал поначалу, а те другие, которые сейчас вот уже появилось у Павлова до Пьяного. Вот об этом я говорю. Это только начало его возможностей. Что будет через полгода, через год ХЗ? Кто знает, ребята? Возможно, еще Василий там свою компанию откроет и будет... Нет, ребята. Это не повод засирать, это повод поддерживать. Ну, при условии, конечно, если есть что. Вот по прошлому видео я расстроился в основном не из-за того, что... Я не понял. А из-за того, что я знаю, что станок хороший, а сказать нечего. Потому что тогда было на самом деле нечего. Тогда была какая-то фигня. Как сам для себя сейчас объясняю, скорее всего, это было связано с лезвиями. Ну, и того, что я еще не допер, как его правильно держать. А его нужно держать не так, как обычные станки. Переговоры в некоторой степени, да, помогли. Но то, что получилось сегодня... Ну, вот сейчас мы с Вами и посмотрим. Итак, Ако Вэлла. Давай, Акочка. Давай, Вэлочка. Скажи свое мурмур. Или что ты там можешь сказать. Шпиртовый. Ну, не пойму, там сколько того спирта, потому что на самом-то деле они жгут нифига. То ли спирта мало, то ли барбариска отработала. Есть у кого-нибудь кипочка вязаная? Знаете, как у этих вот американцев. Откуда они там, Галаев или еще откуда? Вот такое настроение сейчас хорошее. Ребята, АТ-6 нормальный, недорогой. Я думаю, что это, скорее всего, в разряде таких, не масс-медиа, как это, вот такие попурийские продукты, которые я на каждом повороте пришел, взял и все. На самом-то деле я его где-то видел, просто не брать, не брать, ящик его знает. Ну, то есть я все к тому, что его взять-то не трудно. Специально за ним гоняться, не, я бы не стал, но если вы проходите где-то, вот так вот просто взять, а что нет-то, запросто. Специально можно гоняться только в одном единственном случае, если есть там какие-то такие запахи, которые у вас накрывают и торкают. Вот тогда вот в этом случае, да. Потому что его работа, как АТ-6 его, полностью обравдана. Поначалу, я часто чувствовал, вот до того, что это было липкое-липкое. Сейчас совсем прошло немного времени, у меня на лице, кроме бархатистой кожи, вообще нет ничего совсем. Два года. Просто бархат. Никакой тебе липкости, никакой тебе испарины, ничего же такого. Знаете, что бывает после таких вот не совсем уверенных в себе, полувозрелых автошивов. Ну, вот здесь просто великолепно. Следующее. Есть ограничения. Свой автошив, ну, в смысле, свой запах, свой парфюм, с ним вы использовать не сможете, потому что запах у него такой какой-то одеколонно-раракетный, как бы вот я его вижу. Но он не сильный, не мощный, не слабый, он какой-то средний. Но достаточный, чтобы вы забыли о своем парфюме. Комбинировать вы не будете. Как долго он продержит, пока не знаю. Возможно, где-то через час-полтора я вам смогу сказать, буду рендерить видео, тогда уже что-то будет понятно. Но работа его без нареканий. Вообще классно, вообще хорошо. Ну, а учитывая стоимость на 6-7 баксов, о чем там говорить вообще. Выберите тот запах, который вам нужен, доберите, и все. Ну, при условии, конечно, если вы хотите вот такого рода изделия ЙО. Там в нашей группе, в Телеграме, там кто-то гузил по поводу изделий ЙО. Ну, а чувак? Чувак? Великий могучий русский язык. Лучше прошу, брат. Это еще что-то. Так. Крим. Ребята, честно скажу, не торт. Да, он хороший, да, и можно побриться, да, все на месте, все хорошо. Понимаете, вот он для меня сейчас попал в какую-то среднюю позицию, которая не хорошо, не плохо. Да, это рабочий, да, это вполне себе годный крем. Чуть-чуть бы я с ним еще попытался разобраться по поводу его долгоживучести и того экономичности и объема, который нужен для бритя. Потому что вот сейчас вот, видите, вот все как бы с барсуком было, там не совсем понятно, то ли он там что-то там фигушки строил, то ли у нас барсучок подъедал. Тут еще нужно понятие получить, понимание. Но вот в самом процессе, вот начиная от запаха и заканчивая вот этими вот всякими вот этими вот, ну, пенообразование опять, труппура пены опять, скольжение хорошее, по скольжению тоже там можно было найти. Ну, запах, блин, он не заставляет капсулироваться мое сознание. Он меня не взвергает в какую-то другую галактику, в которой я в прострации плаваю, вот так вот боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть тот кайф, который я поймал. Лить, да, да. Они туда отправляют прямиком, бесплатный билет, иди. Вот этот, вернувшись, латуха, тоже на это способна. Я от них балдю настолько, что вот сейчас вот даже шкуру не даст соврать, вот вспомнил про них, вот и сразу, а мы тоже, тоже балдим. Ну, это просто, просто крем. То есть, если есть люди, которые тащатся от этого запаха, то да, конечно, можно рекомендовать, потому что все остальное у него нормально. Но вот пока по части запаха, при всем моем уважении к Омеге, ну, это не то, что заставляет меня как-то там, знаете, испытывать какие-то такие чувства, такие, знаете, ой, блин, убедите, все, вся будет. Нет, тут просто все спокойно, все хорошо. То есть, качественный, но по запаху смотрите сами. Помазок. Огромная благодарность Андрею с Украины за то, что дал возможность показать вам эти два красавца. Это Кент H12 и вот этот полковник 2XL, что-то там, что-то там. Ну, у него свое звание там, посмотрите, вот я же писал. Вы знаете, если Кент H12, это для меня как Алиса в стране чудес, как прекрасная страна ОС, про которую все знали, но мало этого не было. Потому что, во-первых, это, конечно, размеры, там такое хозяйство, и пошел, и ты там, и ламбада, и кукарача, и он тебе позволяет делать все. Конечно, это может носить некоторые ограничения, допустим, если у вас маленькая кисть, маленькое лицо, вы просто не любите все большое. Да, тогда может быть, но если у вас соответствующая харизма, если вы любите такое, что взял в руки, так маешь вещь, или такое, что бух-такая, ну, блин, ребята, давай от него так кайфанюте, и вдруг не захотите выпускать, только из холодных вытащат. Но есть еще одно ограничение, это стоимость 200 баксов, мать его. Это даже дороже, чем вот та вот Звездюлина, где Звездюлина, иди ко мне. Мой бигглосик, который приехал в Германию, тут всего-то, сколько, 180, там, хотя евро, баксы, там, если там нет, то возможно. Но все равно, не каждый может себе позволить попасть в страну чудес, в страну ОС, ввиду вот того, что я сказал. Извините, 200 баксов они на дороге как бы не валяются. Но вот Андрюха сумел купить этот билет, с чем я его поздравляю? Это я все рассказываю к тому, что полковник, это то реальное чудо, на которое каждый из нас может, в принципе, претендовать. Потому что его стоимость 60-65 баксов, сколько он там стоит. Но это, в принципе, достаточно такой, средний класс. За эти деньги можно много каких-то орлов посмотреть. То есть, как бы, обращаясь вот к этому изделию, вы уже можете не ждать, что у вас будут какие-то ограничения по стоимости. То есть, это более чем доступный. Кто-то скажет, ни хрена тогда было доступно 65. Ребята, мы сейчас сравниваем. То есть, 150, 200, 300, 400, 500, 600 и 60. Так что тут, извините. Ниже и качественно, и годно. Есть? Да, есть. 40, 30, ну, 20. Ну, ниже 20, ребята, уже смотрите, что за компания. Потому что можете такой фуфил ха-ха-ха пануть, что будете трижды материться и плеваться. Скажут, что 40 баксов, что 60 баксов зажал, взял бы сейчас и кайфовал бы, да и все. Не все так гладко у этого парня. Очень интересно разобраться с аппетитами. Вполне себе возможно, что, поиграв им какое-то время, я бы понял, поджирает он или нет. Как, к примеру, некоторые товарищи из этой же серии. Но все мы прекрасно знаем, что барсуки иногда страдают этой фигней. Ну, да. Такое у них бывает. Лечится это иногда по-разному. Приходит время, наелся он там, на воротник уже устал, закладывать и перестанет жрать. Бывает? Да, бывает. Бывает, люди просто берут и на подольше замачивают, там, допустим, не три минуты, а там 5-10. Вот так, к примеру. И такое бывает тоже. Там торпедую, ну, тырцом, все, все, больше не буду, все, извини, братан. И начинает нормально греть. Вот такое тоже бывает. Как каждый из нас выкручивается из этой ситуации, знает каждый сам из нас. Но факт остается фактом, что это великолепное, чудесное изделие диаметром 22 мм. Более того, 26 мм. Это просто охренеть какой памазон. Это не тот какой-то дрочун, который будет вас тыкать пик и говорить. Знаете, вот иногда бывает там видео на ютубе или еще что-то. Там девушка стоит и собачка к ней к ноге. Вот, нет, это совсем другое. Он выходит на шарик, он выходит на объем. И это не какая-то скрипкая сопля, это нормальный шарик, тот, от которого я всегда кайфовал. И при всем при том, если разбираться, ну-ка, друг ты мой, какой ты тут по набивке. Я бы не сказал, что он как-то помощнее всего того, что у меня уже есть. А возможно, даже может быть слегонца чуть и меньше. Но весь продукт заключается в том, что ему это нифига не мешает работе. Клава он с пробором на все это и спокойно, нормально, хорошо работает. Просто офигеть. Знаю вас, очень сильно подозреваю, что кто-то обязательно задаст вопрос. Вот, Вадим, а вот там вот Зенит за те же бабки. Да, ребята, за те же бабки, но это два разных помазка. Совершенно. Зенит 506А это драчун. Это мощная такая агрегатина, которая вам будет не ставить пику, а будет все массировать. Это такая же классика, такая же легенда, только из Италии. А этот из Англии. Они разные. Разные вплоть до того, что если вы хотите что-то и чтоб с массажем, тогда, ребята, в сторону Зенита дуйте и смотрите. Это там. А если вы хотите что-то такое... Вот, это суда. Потому что он создавая этот объем, он не превращается в квашню, он всю эту пину великолепно, хорошо распределяет. И при всем при том, вот тот причмок, который в шарике очень часто бывает, он его сохраняет, он его делает. А ручка удобная, не напрягает пальцы, фаланги отдыхают. Просто блеешься и просто даже не думаешь об этом. Выходит на любой хват практически моментально и диаметр соответствующий. Это, конечно же, можно советовать не только людям, которые любят все то, что я сейчас перед этим описал, но и людям со средней кистью и в меньшую сторону. То есть, средняя и меньше. Вот с этим они справятся элементарно. То есть, тут вообще, даже бабки никаких двумя руками хватать не надо. Андрей, спасибо огромное. Если в страну ООС мы не часто попадаем, и не каждый из нас может себе это позволить, то маленькое обыкновенное чудо порой все-таки мы можем набраться смелости и сделать. Так что рекомендовать ни тот, ни тот я вам, наверное, не буду. Потому что финансовая составляющая финансовая вопрос, он все-таки сугубо индивидуальный. Но, если вы вдруг соберетесь или за кем-то 12, H12, или за полковником 2Х, вот то, о чем я вам написал, вот на это дело, ребята, вы можете смело рассчитывать. Вот. А теперь, теперь станок. Да охренеть просто. Вот насколько я был расстроен в прошлый раз, вот настолько я довольный вот сейчас. Потому что... Первый раз, когда я его взял в руки, я посмотрю. Вот первая мысль какая-то была такая, что-то типа уродец какой-то, что ли. Но это была только первая мысль, потому что... Потом я к нему привык, он мне тоже стал красивым казаться. А то, что он сразу многим начинает казаться красивым, это я уже понял, листая нашу группу в Телеграма, читая там, про него уже говорили не раз и не два. Финишка. Особой проблемы не вижу. Василий говорит, что на финише будет финиш. Ну, в смысле, вы говорили на версии будет финиш. Он даже вот в фотографии показал. Три плиты. Ребят, три варианта в реке. Пожалуйста. Вес сколько там? 44-46 граммов. Ну, короче, небольшой вес. Это еще одна была позиция, за которой у меня был джим-джим. Но все-таки решим не торопиться, потому что... Во-первых, что такое 45-44-46 граммов? Да, это немного. Но немного по сравнению с чем? Если брать, допустим, нержавую, в два раза легче. Да, так и есть. А если добросим брать основную массу станков, тогда как? Не для кого из нас не секрет, что основная масса станков у нас укладывается в 50-70 граммов. Это их основной вес. Это считается золотой серединой. Ну, давайте так чуть-чуть раздвинем. 50-80, вот так вот назовем. Хотя официальные цифры 50-70. 50-45. Ну, с этой точки зрения тут вообще говорить не о чем. 5 грамм разница. Да блин, да о чем речь-то, ребят? А вот если, допустим, зайти со стороны дорожных помазков, бакелитовых, пластиковых и всех остальных, так это вообще тяжелое вес. Потому что абсолютное большинство всех тех дорожных, бакелитовых, пластиковых, которые были у меня в обзоре и прошли через мои руки, ребята, это вес от 12 до 18 грамм. И тем не менее, этими станками ты бреешься и выбреваешься хорошо. 12, 15, 20, 45. Кто тут легкий вообще? Это все такое, знаете, сугубо имха. Это вот я вам просто показал, как я рассуждаю. Возможно, каждый из вас будет рассуждать по-своему, поэтому вес тут отпал тоже. Ну а по финишу, как ни хлопцы там хором все растолковали, и в комментариях про новое лезвие, и Василий с Владимиром, по поводу того, что там слон-то смотри, там он, а ты чё, а вот надо, а ты чё, вот. И вот это все привело к тем результатам, которые мы сейчас с вами видим. Раздражение не больше, чем обычно. С этой стороны, так вот моя любимая, я здесь люблю плюсе ставить, так вообще нифига нет. С этой вот, видите, чуть-чуть децел. Ну а качество бритья, ребята, выбрился великолепно, если не считать те места, которые нужно было пустить на подбривку, но я не пустил. А сейчас они еще меньше стали. То есть, если бы я тогда не шланганул, подбрил, сейчас бы тут вообще ничего не чувствовал. Великолепный бритья. Классный, хороший. Василия хочу поздравить с отличным станком, и самому себе хочу сказать спасибо за то, что не сочканул, и все-таки сделал еще один обзор. Хотя, все было против того, чтобы он сегодня вышел, потому что, по идее, мне сегодня нужно было паской бриться, потому что это мой был единственный шанс. Завтра я пойду уже забирать новые изделия с производства, и мне их нужно будет пробовать. По иронии судьбы они тоже с алюминия. Если интересно, пишите в комментариях, покажу. То есть, вот, а как, я уже побыл. То есть, сегодня надо было пускать опаску, потому что то, что вот от Олега Бахтовец пришло с Новосиба, я их дал хрен на сколько, там, мастер затачивал, наш, сибирский. Но все-таки, собрал, зажал, греть, и вот то, что надо. Короче, делайте то, что надо, и все будет правильно, все будет хорошо. Вот, Вася, держи кардан. Ребята, кому будет интересно, ссылки на Василия оставлю в описании под видео. Насколько я знаю, у него там, по-моему, еще парочка не забронирована. Первая партия у него будет маленькая. Там что-то, что-то типа 15, что ли. Ну, то есть, вообще ни о чем. Успеете, не успеете, это вы сами с Василием разговариваете. Вообще, кому это может быть интересно? Ну, в первую очередь, фанатам нашего российского влажного бритья. Потому что, будет ли у Василия вторая партия, не будет, это еще вопрос. А тут с первой есть возможность взять. По сути, у меня к этому станку только одна претензия. Ну, она такая, знаете, им хав-хая. Там все на английском. Василий, ё-по-мать, я это слух сказал. Ну, ты че? А че не на русском-то? Ну, ладно, это тебе виднее. Ну, вот, пошел рендерить. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Да, и вам Бог здоровья. Только всегда-всегда все будет хорошо. Берегите родных. Берегите тот круг, который сложился вокруг Вас. Потому что это все достаточно ранимо, зыбко и проходит моментально. Годы летят. А Вы пока раскачиваете. А Вы пока там куда-то в гараже побухать. А Вы пока там это, пыкая работа. А потом бамс. А вот, а че я все эти годы? А вот, брат, все эти годы ты и профукал. Так что деленист. Оторви жопу от стула, от сиденья, от баранки. А чего там? Приди из гаража, не бухай хотя бы вечером. Подойди к любимой, поцелуй, поноси ее на руках. Ну, только не так, чтобы сейчас погоди, еще три шага. Раз, два, все, план сделал. Нет. От души, чтобы все все прочувствовали. К разу там дочь или сыну сделай. Ну, если он уже в институт ходит, ну, че. Ну, поздно, опоздал ты с козой. Ну, хоть что-то сделай. Ну, и лишь один день пройдет. Для всех твоих, кого ты любишь, хорошо. Лучше, чем обычно, хотел так сказать. Все, пока-пока, пошел рендерить. Счастья вам, добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова